Очень актуальная тема горе от ума. Ум, оказывается, не приносит нам счастья. И все проблемы создаются нашим умом. И создаются они интеллигенции. Я об этом говорил уже, но вот сейчас продолжим. Кто придумывает язык? Кто придумал язык? Интеллигентные люди, безусловно, люди с умом. А потом язык стал средством деления на своих и чужих и создания образа врага, чужого. Кто придумал идеологию? Разные религиозные системы, идеологические, конечно, умные люди, интеллигентные люди. А потом разделили. Человечество, которое является единым, мы все едины, мы все люди. Каждый из нас это часть человечества. Разделили опять на своих и чужих, на правых и левых, полноценных и неполноценных, и так далее. Правых и виноватых. Это делают кто? Интеллигентные люди. Религию кто придумал? Конечно, интеллигентные люди, умные люди. Придумали мифы, придумали легенды и истории. Вот. И смотрите, опять религия стала причиной войн и раздоров. Во времена Сталина кто писал доносы? Конечно, грамотные и интеллигентные люди. Причем некоторые доносы были выполнены в такой высоко художественной форме. Кто это делал? Интеллигенция. Интеллигенция является причиной многих-многих проблем. Это горе от ума. Вот я вспоминаю две истории, вам расскажу. Одна связана с Первой мировой войной, когда заключено было между солдатами Рождественское перемирие. И они договорились о том, что будут помогать, во-первых, им будет дана каждой стороне возможность похоронить своих убитых. И они с этого начали, а потом они стали друг другу помогать, хоронить, потому что слишком много трупов было. После этого солдаты начали играть в футбол. И они уже и помирились, и увидели, что они все нормальные, обычные, обыкновенные люди. И хотят жить. Но тут пришли офицеры и сказали им, что это же ваши враги, их надо убивать. И война продолжилась. Вот офицеры, конечно, люди интеллигентные, умные. История одна из моей жизни. Наблюдал я когда-то два мужика. Работяги. Работяги, два работяги. И вот они спорят друг с другом по поводу политики. Ну, по поводу чего еще это спорить. Да, вот опять же политику тоже придумали интеллигентные люди. Чтобы разделять и властвовать. Да, чтобы люди спорили. И ненавидели друг друга. А они бы вот извлекали из этого свою выгоду. И вот спорят эти мужики. Мат на мати. Значит, ах ты такой сикой. Да ты пошел. Да такое. А ты такой. В общем, оскорбляли друг друга. Ну, долго. Оскорбляли друг друга. В конце один говорит. Да пошел ты на хутор. Второй говорит. Да иди ты в пизу. Давай. Открывай пивасик. И выпьем. Скоро мультики начинаются. Вот будем смотреть. И вот они пиво открыли, налили. Сидят и пьют пиво и смотрят мультики. Мультики смотрят, ржут. Вот. Все. Все хорошо, все нормально. От ссоры не осталось и следа. От оскорблений ничего не осталось. Вот. И интеллигентные люди. Как интеллигентные люди реагируют на оскорбления? Они будут помнить это всю жизнь. Почему? Потому что у этого человека статус есть. У человека что? Он хочет быть авторитетом. Мания величия. Вы задели манию величия. Вы оскорбили это величие, собственно. Его, да? Он вам этого не простит просто. Он вас с дерьмом смешает при первой возможности. И дискредитирует и так далее. И отомстит. Вот. Пожалуйста, что делает интеллигенция. Так что. Вот горе от ума. Горе от ума. Что делать? Вот. Кто виноват и что делать? Значит, кто виноват? Наш ум виноват. Вот мой ответ на вопрос. Кто виноват и что делать? А что делать? Виноват ум наше. Эго наше, да? А что делать? Ну, нужна психотерапия. Нужно поработать. И перестать жить жизнью ума. И начать жить жизнью души. Души. Полюбить себя. Вот. Психокоррекция нужна. Да. Поработать с манией величия. Поработать с этими самолюбием болезненным. С негативными переживаниями своими, да? Потому что, ну, если нас что-то раздражает, или мы гневаемся, или ненавидим, у этого есть причины свои. Причина – это обида. Какая-то обида, это корневое чувство, которое сидит. У человека обидели. Поработать с этим и полюбить себя. Святое место пусто не бывает. Наша душа – это святое место. Поэтому, если там нет любви, то там поселяются всевозможные негативные чувства. Вот. И то же самое интеллигенция. Посмотрите, вот какое значение языку придается, да? Как вот сейчас вот разделяют по языку людей. Какой это ужас. Какой это ужас. Это кто? Это кто это делает? Все интеллигенция. Интеллигенция. Кто критику не приемлет? Интеллигенция тоже. Вот. Она не может смириться с этой критикой. А сами любят покритиковать. Значит, вот когда-то... Французский язык считался вульгарной латынью, да? Ну, нет уже латыни. Но есть французский язык. И французский язык вполне удовлетворяет потребности интеллектуальные. Это развитый язык. На нем можно выразить все, все, что хочешь. Вот. Поэтому ничего страшного нет. Это всего лишь инструменты. Язык, да? И поэтому именно умным людям нужна психологическая помощь. Психотерапия. Именно умным людям. Люди умные страдают от ума. Горе от ума. Горе от ума. Так что, если у вас есть такое горе от ума, если ум ваш мешает вам быть счастливыми, то срочно бегом к психологу и решать свои вопросы. То есть, полюбить себя, начать жить жизнью души, обуздать свой ум. Кстати, ум ведь и порождает и страхи тоже, да? Вот этот фантомный мир выдумывается. Вот как в религии, да? В вымышленный мир. Ведь это же ум породил всякие понятия, у которых нет, за которыми нет ничего реального, да? Нет этого материального субстрата. Выдумали мир. И ангел, и бог, и что там еще? Демоны, все прочее. Вот что делает наш ум. Поэтому ум может стать самым настоящим источником страдания. Ну, мы знаем, что где вход, там и выход. И вот логика, допустим, с помощью логики, да, можно доказать все, что угодно. И мы знаем вот этот способ самообмана, рационализации, да, логические доводы. Когда посылка неправильная, то вся вот эта вот конструкция логическая, она становится ложной. То есть это как бы с виду, на поверхности она логичная. А на самом деле, вот, вид логичный, но внутри она ложная. Поэтому, если посылка, предпосылка ложная. Так что, рационализация, вот тоже этим занимается наш ум, рационализация, оправдание, да. Но и также, вот, с помощью ума мы можем, с помощью логики мы можем победить страдания. Победить страдания, что нам продемонстрировал Будда. И можем помочь себе выйти из этого тупика, в котором мы оказались. И не заблуждаться, да. Не заблуждаться больше. Вот. А быть, стать счастливыми людьми. И радоваться, наслаждаться жизнью. Так что, вот смотрите, и обращаются за помощью умные люди, как раз умные люди. Вот. Потому что они понимают, что, да, вот, сами себя в тупик завели, и что-то не так. Вот. И где-то есть выход, его надо найти. Его надо найти. Вот эти ловушки ума, да. Ведь, когда мы говорим про ловушки негативного мышления. Это же мышление, правильно? И мы, мышление наше, это свойство ума. Поэтому вот эти, вот в этих ловушках мы находимся. Умные люди находятся часто в этих ловушках негативного мышления. Вот. Так что, как научиться жить просто? Жить легко, красиво, свободно. Вот, кстати, Джиду Кришнамурти про это тоже пишут, что жизнь-то на самом деле простая. Жить-то можно и нужно просто. А вот наш ум выдумывает сложности. Мы своим умом все усложняем. Усложняем эту жизнь прекрасную. Вот что происходит. Носим в себе обиды. Самое страшное, самое корневое чувство, это чувство обиды. Поэтому с этим чувством надо работать. Чувство обиды. И оно часто, вот не проходит годами, годами. Даже до смерти остается у человека чувство обиды. Он обижен на всех. На родителей, на бывших жен мужей, на детей, на власть, на государство, на правительство, на кого угодно. Вот, так что ум, ум, это, это может быть причиной проблем больших. И вот, да, там один следователь говорил, ну, сейчас мы все сделаем по уму. По уму. То есть, а что за этим стояло, сделаем по уму. Ну, а мы все оформим, мы все, все бумаги будут в порядке. Вот. Но для следователя не важно, что он совершает преступление, да. Для следователя важно, что все сделано по уму. Вот. А то, что это преступление, это для него, вот, суть не схватывается. Суть не улавливается. Так вот, ум очень поверхностная вещь. Очень поверхностная вещь. Поэтому я вижу, что люди неглубокие. К сожалению, неглубокие. А вот что, кто, кто человек глубокий? Вот, глубокий, это человек, который живет жизнью души. И вот, душа, сердце наше, да, вот, вот это, вот это и есть глубина. Вот, надо прикоснуться к своей душе. Надо прикоснуться к своей душе. К интуиции своей, да. Развить эту интуицию. Прикоснуться к своей душе мы можем. Мы не можем, если мы невротизированы, если мы живем в стрессе. И если мы в тревоге живем, в беспокойстве. И если мы не спокойны, да. Поэтому прикасаемся к душе через медитацию. Поэтому я считаю, что единственный путь, это путь медитации, путь спокойствия, путь вот транса. Альфа, это волн мозговых вибраций. Вот, тогда мы успокаиваемся, обретаем себя, свою душу, видение, энергию, мудрость. Здесь раскрываются наши творческие способности. Вот, что происходит. Удивительные вещи. Удивительные в состоянии медитации. Поэтому все, что нужно, это медитация. Сейчас людям нужна медитация. Надо вводить это везде. Вот, я тут недавно общался с одним американским бизнесменом. Вот, он говорит, что он ввел у себя, вот у него два подразделения, его компании там в разных странах находятся. И он ввел там медитацию. И работники медитируют. Я спрошу, ну как атмосфера у вас там напряженная или расслабленная? Он говорит, что более-менее расслабленная. Люди довольны. Ну, хорошо. Поверим. Я ему верю, потому что он сам как-то выглядит расслабленно довольно-таки. Позитивный человек. Вот. Пожалуйста, вот эта забота о людях, это путь. И когда человек спокойный, он и работает хорошо, и хочет работать. И рад этой работе, потому что там все спокойно. Там он не теряет энергию, а наоборот, ее приобретает. И в дружелюбной атмосфере работает. Среди коллег тоже. Вот хорошая атмосфера, да. Энергетика хорошая в коллективе. А если все в стрессе постоянном, на нервах, работа на износ, изможденным уходишь с работы, времени отдохнуть нет, не имеешь, не остается, не умеешь отдыхать, то приходишь на работу изможденного. Вот это рабство. И что это? Сокращает жизнь человека, да. Ухудшает качество жизни. Вот такой постоянный стресс. Вот что мы имеем. Это тоже от ума все. Тоже от ума. Надо сделать лучше. Вот перфекционизм, да, заболевание. Это что же от ума идет? Так что ловушки ума, их нужно знать, и из них нужно выбираться. Из них нужно выбираться. Поэтому смотрите, вот чем интеллигентнее человек, тем он более негативен. Негативен. И он и представляет собой угрозу здоровью, спокойствию, благополучию. Да, потому что он создает проблемы. В первую очередь он для себя угроза, потом вот для своей семьи угроза, ну и для всех остальных. Так что, горе от ума. Умные люди создают проблемы. Вот смотрите, умные люди, какие они проблемы создают. И держитесь от них подальше. Да, токсичных людей много среди них. Я вот про профессора рассказывал вам одного, да. Как-то тоже настолько безапелляционное высказывание. Все идиоты там у нее, да. Вот она такая вся умная. За глаза клевещет на людей, да. Обсуждает их. При этом людей-то нет, они ей не могут ничего возразить. Вот так себя ведут по-скотски. Так что скотский ум, это скотский ум. Поэтому думайте о хорошем. Самая главная победа, это победа над своим негативным мышлением. Вот. Обретите любовь, спокойствие, мудрость, радость, здоровье психическое. И миролюбие, миролюбие, доброжелательность. Вот. Вот это и будет самым лучшим вашим вкладом в мир, процветание, в охрану здоровья, в безопасность общества и страны. Так что это еще будет? Да. Продолжение следует...